Ну, как по мне, проведение потомных мероприятий в нашем городе не обязательно. Конечно, ходят многие слухи, многие депутаты из Москвы говорят, что наш город не поддерживает движение ЛГБТ и так далее. Но мне кажется, что так показушно показывают, что мы нет, мы не такие, не обязательно. Но опять-таки, если проводят, то почему нет? Как относитесь к тому, что там будет даже какой-то гомофобный пикник в сквере у драмы? Ну, я когда об этом прочитал, я даже удивился, потому что, ну, опять-таки, как бы к людям не относиться, к их движениям, но все равно... Это не норм? Это не нормально, как по мне. И особенно указывать в таком ключе именно гомофобного, что это какое-то, не знаю, отвращение, да, агрессия. Вы бы не хотели принять в пикнике этом участие? Ну, я бы не пришел. Ну, как по мне, в нашу культуру именно в 21 веке уже это влилось. И вот множество примеров именно, и даже исторически, когда ЛГБТ-сообщество именно влияло на события. Например, есть люди известные, например, человек, который разработал машину «Энигма», расшифровку. Ну вот, он же был представителем ЛГБТ. И что это значит, что его полностью надо запрещать и забыть про него без истории? Мне кажется, взрослый человек может сам решить. Да, смысла как бы нет, но я бы тоже не пропагандировал ЛГБТ. Чтобы дети мои, как бы, как в Америке, чтобы не было, что оно. Сейчас же вводят третий полк, как я слышал. Чтобы у них, как бы, в сознании было все равно, что он девочка, она девочка, мальчик есть мальчик. А в чем опасность пропаганды, как вы говорите? Опасности я не вижу сейчас. А вот полной пропаганды, чтобы люди... Я стараюсь, чтобы им не запрещали свою позицию ЛГБТ, чтобы их допускали к работе и так далее, чтобы их принимали такие, как они есть. Но пропаганду, чтобы они не говорили моим детям, чтобы я вот не видел, допустим, прям гей-гей, чтобы он выделялся как гей, знаете, как девочка, чтобы я не видел хотя бы его около своего ребенка. То есть вы против проведения гей-парадов? Пусть в столице они будут, но в каждом городе, мне кажется. Так это все выдумано, понимаете? Это все ерунда. Это не соответствует жизни, которая вокруг. Это не соответствует перспективам продвижения жизни вперед. Ну разве с такими ценностями жизнь сохранится на земле? Вы вот нормальны к этому? Вот вы это осознаете или нет? Вот сами, вот вы представители другого поколения. Причем между нами много уже поколений. Заметь-то, раньше между поколениями было больше времени, сейчас оно сокращается. Но посмотрите, какая между нами вообще уже, ну просто пропасть. Вы что, дальше не хотите, чтобы после вашей жизни, что ли, было? Ну что люди, ну вот другой ориентации, вот чего-то там себе выдумали. Вот, слушайте, ну каждый человек имеет проблемы в жизни. У каждого человека в жизни бывают какие-то моменты, когда они, ну, задумываются, им что-то не устраивает и так далее. Ну слушайте, ну неужели смена пола сменит внутренние проблемы человека? Да, конечно, нет. А вот это все, о чем тут вот это толкует, выдумано. Ну неужели непонятно, что... Или хотите только вы что ли жить, а другим не надо что ли жить после вас? Нет, хотя... Жизни-то не будет ведь потом, это же понятно. Вы посмотрите, ну сошли с ума. Вот мое поколение считает, ну ни о чем, есть другие проблемы, понимаете? Ну, конечно, родить ребеночка, его выносить, понимаете? Девять месяцев, попробуйте его выносить, да попробуйте еще родить ее. И все. И потом отдайте в этот мир, где вообще черти что придумали. Да я, конечно, за жизнь потом. Я хочу, чтобы она была потом. Есть другие проблемы. Их очень много, и жизнь прекрасна. Вот тех, которые вот это выдумали, проблему, мне и жалко. Я им сочувствую, просто сочувствую. Значит, рядом не оказалось нормальных людей, на каких можно было переться. Поперлись вообще в другую сторону. Ни туда, в никуда. Да никто их не объявляет, экстремисты. Конечно, не нужно. У каждого есть свои права. Но вы знаете, вот я хочу сказать. Права, права, но есть еще и обязанности по жизни. Когда человек, мужчина и женщина появились на свет, у них главная обязанность. Продолжить род. Вот такая у них есть обязанность. У меня дочь, к сожалению, не замуж. А не за кого выходить замуж. Вот за этого гомофоба не охота. Охота за нормального мужика. Какой вот мой муж, понимаете? В Екатеринбурге картует традиционная неделя ценностей. Слышали что-то про это? Нет. Как относитесь к такому мероприятию, как гомофобный пикник? Что такое в Рашифрутина гомофобный пикник? Отлично, отлично. Смотрите, ну то есть гомосексуалисты, понятно, кто это. А гомофобы это те, которые отрицают, не любят, агрессивно настроены. Ну отрицательно тогда. Если не агрессивно, то вполне себе имеет место быть. А если, конечно, с агрессией, то не очень. Ну, потому что это, мне кажется, дело каждого и не вправе там, как бы, указывать человеку. То есть это его выбор. Как бы за свободу выбора каждого человека? Да ну чушь какая-то нет. Я думаю, это, конечно, есть, присутствует, но не в таких, как бы, масштабах. Ну, все должно быть без перебора, мне кажется. Совсем пропагандировать, как бы, наверное, нет. Но, пожалуйста, если ты там, ну, считаешь, что ты, как бы, вот, отличаешься, там, не гетера. Ну, твое право. Ну, я не знаю, у меня есть много знакомых, прекрасные люди, и геи, и лесбиянки. Как бы, я не считаю, что мы прекратим размножаться, потому что, например, знакомых там гетера гораздо больше, да? Да нет, будем размножаться, что?